Вы можете налить себе чаёк-кофеёк, может быть, какие-то вкусняшки взять, в случае поболтаем мы о жизни насущной. Что мне хочется отметить? Недавно была такая тема и в письме, и с знакомым мы разговаривали на эту тему, она с этим тоже сталкивалась, её опыт был, и в письме мне такое периодически бывает, или я вообще слышу в историях про такое. Хочется мне отметить, когда вы переезжаете в Турцию, вы можете к любимому своему сразу, скажем, про отношения, начинаете отношения с турком, вам начинают сразу же закручивать гайки про ревности, ни то не одевай, с мужиками не знакомься, друзей удали из соцсетей, чтобы ни с какими мужиками не общался и тому подобное. Это тема нормальная. Если бы он общался с турчанкой, он бы задавал точно такие же темы, вопросы, это то же самое бы требовал, то есть ничего нового или экстра выходящего за рамки какие-то, это норма. Но при этом, история моей знакомой, что её парень, мужчина, скажем так, сдерживая её, ревнуя, запрещая что-то, сам при этом сидел в соцсетях, ВКонтакте, конкретно была история, на сайте о знакомом стана его логила, он там не удалил страничку, ещё на ней уже встречались там, да. То есть она его сама подлавливала на каком-то, ну не флирте, но вот в этом общении с другими женщинами. При этом он говорит, это мои подруги знакомые, мне типа с ними общаться можно, они же никакой опасности не несут, а ты типа женщина, ты должна меня слышать, слушаться, я тебе вот запрещаю общаться с мужиком, грубо говоря, да. Не потому что я тебя хочу поработить, да, или там закрыть тебе свободу, я в мужчинах не уверен, это они такие мужики плохие, я уверен, что они вот с тобой будут флиртовать 100%, а ты там по незнанию своему, турецкому менталитету, незнанию, ты, короче, будешь чем-то отвечать, ну, короче, вы поняли, да. Так себе отмазка, я вам скажу честно. То есть при этом сам общаться у него, подружки могут быть, он типа за себя несёт ответственность, он с ними не флиртует, но тебе вот он не доверяет, прикрывая это мужиками какими-то другими. Вот знакомая его ловила, сразу скажу предысторию небольшую, она вышла за него замуж, в итоге она с ним развелась, ловила она его в течение брака на вот этих всяких колокольчиках там, там переписывается, там что-то увидел, ничего такого серьезного. не было, поводом для развода вообще, в принципе, его характер стал, проблемы, то есть они не притёрлись в итоге там жадные, всякое такое, в общем, вылезло. Но про вот это, она говорит, я просто, когда она разводилась условно, он очень быстро нашёл другие отношения ещё во время развода, и она говорит, блин, надо было на это раньше внимания больше обращать. Так вот я вам хочу рассказать вот пример, как с турчанкой бы было. Турчанкам точно так же, такие же, повторюсь, условия выдвигаются. Турчанки, знающие условия игры, они могут подёргивать, манипулировать ревностью в начале отношений, да, друг позвонил, да, там ещё что-то, там, подружки. В общем, чтобы немножко он на нерве был, за неё больше держался, хватался, они поначалу, в самом-самом начале, немножко ревности у внимания других мужчин, когда ещё непонятно, с ней он или не с ней, они манипулируют. Когда у них точно уже ты моя женщина, ты моя девушка, мы с тобой встречаемся, то есть они назвали себя парой в отношениях, тогда моменты манипуляции ревностью прекращаются, потому что это становится очень опасным, и женщину можно уличить в неверности, назовём тогда, но не в прямом неверности, в флирте, ходит хвостом вертит перед другими мужиками, заинтересована в других мужчинах и так далее. Вот когда уже мы 100% вместе, тогда манипуляции ревностью со стороны женщины не прекращаются. Важный момент, если турок говорит о том, что, там, друзей от твоих мужчин должен знать, или у тебя их не может быть, там, ревности, вот эта вся история, запреты какие-то, турчанка никогда не позволит, чтобы турок, выдвигая такие условия, условно что-то и запрещая, сам бы продолжал общение с какими-то женщинами. Если мы берём парадигму отношений турок и турчанка, он ни на каких сайтах знакомств, а в социальных сетях, в фейсбуках, в одноклассниках, там, в контактах сидеть не будет, ни с иностранками, ни с подружками, ни с кем. Она прошерстит весь его список друзей, она задаст миллиард вопросов, кто это и что это, и заставит удалить всех, кто ей не нравится или вызывает какие-то подозрения. Поэтому, когда вам турок говорит о том, что мы начинаем встречаться, дорогая, с мужчинами ты никакими не общаешься, ни на что тут никого не провоцируешь, ай-яй-яй, а-та-та, а мне сидеть на сайтах знакомств или, там, подружек иметь в соцсетях, переписываться, иностранок тем более, это мне вообще очень нравится всегда. Какие, это что, с тобой в один класс ходила? В институте с тобой училась? Ты с соседкой твоей была, подруга, например, твоей, там, не знаю, родственницы какой-то, кто она, блин, такая или там еще кто-то, что ты с ней можешь дружить? Она иностранка из другой страны, вас объединяет только флирт и знакомство в соцсетях ранее до меня, скорее всего. Поэтому это вообще табу, это все, ясак, короче, нельзя, невозможно, запрещено. Вот у турчанки такое не про канаде, девочки, имейте это в виду. Когда так происходит, это говорит о том, что мужчина очень хочет чувствовать себя крутым, властным, чтобы ему было классно уверенно, сам при этом вам уверенности этой не дает, а себя сам компрометирует. Соответственно, позволяет себе вот такое фривольное общение и так далее. Поэтому иностранных подружек у ваших турецких мужиков быть не должно. Я допускаю подружек турецких, знаете, с института, со школы, могут быть соседки очень часто, потому что с семьями общаются, там, например, эта дочка, наши соседки, мы где-то жили, такое общение нормально, там, у него отношения могут быть, он может быть замужем, даже если с вами, ну, как бы, типа, приятельски, это может быть. Но при этом более осторожно относитесь к турецким подружкам бывшим. Вот когда была связь, любовь, влюбленность, бывшие отношения, как говорят, бывшая, и какие-то чувства, вот это очень странно. Сразу говорю, это прям тревога, важный такой алармчик. Даже если ни он, ни она не надеются на восстановление отношений, ничего у них там нет, никаких чувств, это, в принципе, тревожная история, что-то может вылезти не в нужный момент. Она может быть уже успешно замуж выйти, родить детей, но ее из чувства собственности бесит, не нравится, что у него все хорошо. И, в принципе, она такая подружка, но подгаживает ему другие отношения, вылезает не там, где надо. Или она у него такая скорая помощь. Он с тобой поругался, побежал с этой подружки своей писать, жаловаться, рассказывать, чтобы вы поняли, но она при этом его бывшая. И, допустим, она, типа, безопасная, у нее есть отношения, она там такая под прикрытием. Но она с удовольствием, в силу характера и воспитания, она с удовольствием нагадит его в новых отношениях, чтобы у него просто все хорошо не было, просто отомстить или еще что-то. Такое может быть. Ну, что за... Короче, вот этой дружбы между бывшими не бывает. Это ненормально. Это напрягает, и вас это должно настораживать. Он может скрывать бывшую, называть как-то по-другому, но вот повод вам выяснить, кто она, что она. Чем опасны эти бывшие? Так как турчанки капризные, бывают эгоистичны, и собственницы, конечно же, они очень часто вот этих всяких бывших придерживают, и когда их надо пожалеть, пообщаться, поддержка какая-то, типа, друзья, всякое такое, они их используют. И он ее, и она его. Это всегда на фоне бывших отношений, любви, привязанности, чувств. То есть подоплека там любовная всегда была, есть и остается. Если она ему неинтересна как женщина, нет сексуальной подоплеки, и у нее к нему, они дружить просто тупо не станут. Знаете почему? У них будет не о чем общаться. Им будет пофигу на родственников там, хоть они и встречались, еще кого-то. Это раз в год поздравить с днем рождения или с Новым годом. Но не регулярное общение. Если ваш парень общается с бывшей, а она такая подружка, просто иногда пишет сообщения в Фейсбуке или в Телеграме, там, в Инстаграме каком-нибудь, в соцсетях, короче, где-нибудь, да, это повод вам хорошо задуматься. Это не просто так бывшая. Она может выстрелить не в нужный момент. Или он к ней пойдет жаловаться, рассказывать что-то, а она в свою очередь, вот ей ничего в ваших отношениях не надо. Ну поставить какую-то точку, насолить, испоганить как-то ваши отношения, ей заздрасти, ей хочется. Она это может сделать. Она может вашим отношениям навредить. Так что, если турок встречается с турчанкой, он с другими женщинами не общается. У него могут быть родственницы, знакомые, одногруппницы, одноклассницы, да, но они тогда общаются как бы вместе. Это никак не скрывается, не стираются сообщения, могут быть общие какие-то там встречи, в кафе там сходить кофе, это нормально. То есть тебя, как девушку, представляют. И говорят, вот она со мной, теперь мы вместе. А не так, просто где-то втихаря, в смс-ках, там где-то в соцсетях переписываемся, и там типа, вот фотки же мои в фейсбуке с ним есть, да и наплевать ей будет. Да пусть у вас ребенок совместный будет, да пусть у вас жена. Вот эти переписки с бывшими, какими-то поддержания связи, это ненормальная, нездоровая тема. Это значит, либо какая-то сексуальная подоплека, либо кто-то кому-то когда-то пригодится в будущем. Вот как он вам запрещает с мужиками флиртовать, общаться, ударять друзей, вы полноправно требуете с него то же самое, потому что турчанка бы это потребовала. Турчанка, которая будет на это закрывать глаза, скорее всего, с низкой самооценкой, таких здесь не очень много, но есть, молодая, неопытная, не супер-мега-хитрая, прошаренная, или за ней нет такой мамы, которая бы всему манипуляциям ее бы учила, и она рассказала, как она с мужиками общаться. Очень часто наставление это мам. И, ну, глупенькая, назовем так. Такое тоже может быть, то есть еще нет вот этого опыта какого-то жизненного своего, потому что после, там, 26, 30, 35 лет турчанки, они другие. Они знают себе цену, они знают свое место, они знают место мужчины, они знают, чего они хотят, чего они требуют от мужчины. Если это не соблюдается, она либо манипулирует, либо отказывается от мужчины. Вынудить, дать ей то, что она хочет, она тоже может. Есть такие, которые цепляются очень сильно. Так как они еще очень многие травмированы своими семейными отношениями и воспитанием, очень много, ну, жертвенность вообще здесь у нас очень любят в Турции, уважают жертву, которая мучается. В жертве все сходит с рук. Даже конфликты мы так через жертвенность решаем, я вам про это рассказывала ранее. Поэтому, когда плохо, тягостно в отношениях и что-то непонятное, они очень долго тянут вот эти разрыв, тягомотину, страдания всякие. И поэтому часто истории, когда у него все плохо с женой или с девушкой в отношениях, они серьезные, он находит другую и пытается расстаться с этой или развестись, начинается вот этот процесс какой-то, потому что очень сильно долго история это тянется. Вот в такое бы, я вам не советовала залазить, такое очень часто, вот это может тянуться просто очень долго, и тогда Турчанка, когда у нее, она готова пострадать, потянуть всю эту историю, у нее есть какая-то своя цель в итоге, да, зачем-то этот мужчина нужен. А там другая женщина, с другой стороны, это просто бьет ей по самооценке, она максимально, как магнит этого мужика, он ей не нужен уже, но она будет его притягивать, дабы просто не проиграть эту схватку, схватку своей самооценки с другой женщиной, которой там у него какая-то новая, там, не знаю, любовь, измена, все что угодно появилось, называйте как хотите. Она тогда из принципа будет вставлять палки в колеса, там, не давать расставаться, манипулировать, не знаю, покончу с собой, не даю развод, а наши дети, если они есть, ну, короче, вот эта вся история начинается. Дело случая, как-то познакомиться, поэтому здесь часто сватаются, знакомятся через знакомых, и вот такие случаи, когда мужчина, оп, свободен, оп, развелся, вот тогда это самый активный момент, его родственники, друзья начинают его где-то кому-то предлагать, найти ему какую-то пассию, и тогда начинается вот этот полет, назовем так, гонка, невест вокруг него, такого мужчины, и с ним пытаются знакомиться, общаться в это активное время. Дай бог, если просто вы с другой стороны находитесь, он в это время сядет на сайте каком-то знакомстве или социальных сетях, вы с него как-то там в этот момент с ним встретитесь, и вы его заинтересуете, у вас, да, есть шанс на нормальные, здоровые отношения, хорошего, нормального турка, не обязательно должен быть обманщик, лавелас, или еще кто-то там быть, как многие их клемят, нет абсолютно нормальных, здесь тоже очень много, такое вот абсолютно возможно, такое найти, это как бы самый благостный такой момент, если так можно выразиться, для знакомства с опытным турком, не 25-летним пацаном, который не знает, что он хочет, но я говорю, такие чуваки, не за, как сказать, не заляживаются, на них всегда есть спрос, среди местных девчонок, они их не пропускают, такие мужчины одинокими не остаются, поэтому все возможно, чем больше у вас каких-то турецких знакомых, там, друзей или еще кого-то, тем больше шанс, что вас кому-то сосватывают, познакомят, предложат какого-то интересного, незамужнего парня, и вы возможно построите какие-то счастливые отношения, вот что хотела рассказать в этом видео, если вам есть что прислать свою историю, какую-то отношение, не обязательно, кстати, с турком, а любые другие психологические моменты, мне и про родителей пишут, и про других мужчин, иностранцев, не обязательно, там, за турки должны быть, в общем, про мужчин из своих стран, в инфобоксе есть почта моя, тема письма, история от анонима, если вы хотите психологическую консультацию, индивидуальную тему, письма, консультация, и также есть ссылка на телеграм-канал, самых свежих новостей от Турции, подписывайтесь обязательно на телеграм, скоро увидимся, всем пока!